ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С наступлением октября с десяток автопроизводителей снова подняли цены на свою продукцию в перечне такие бренды, как Митсубиши, Пежо, Хавейл, Сузуки, Лексус и Тойота. Например, самая доступная Тойота Королла стоит теперь минимум 1 миллион 600 тысяч. Цены на Камре перешагнули за отметку 2 миллиона рублей. РАВ-4 обойдется минимум в 2 миллиона 120 тысяч. Наименьшая начальная стоимость в модельном ряде Хавейл у кроссовера Джолион – 1 миллион 300 тысяч. ТРАССА 101 Еще одно доказательство того, что нарушать ПДД пока якобы никто не видит, самонадеянно и глупо. В Кабардино-Балкарии сотрудники ГИБДД по видеозаписи в интернете нашли водителя Лексуса, который дрифтовал на перекрестке с круговым движением. Это происходило ночью. Наказание – штраф в 10 тысяч рублей по статье 12.33 КОАП РФ «Повреждение дорог». Ранее Госавтоинспекция неоднократно заявляла о том, что в поисках нарушителей активно мониторит соцсети. ТРАССА 101 АвтоВАЗ призывает к бдительности. В интернете появились сотни сайтов, где пользователям предлагают поучаствовать в розыгрыше новенькой «Лады». О чудо! Победителям в кавычках оказывается чуть ли не каждый, заинтересовавшийся этим предложением. Его поздравляют и начинают заваливать ссылками для перехода на другие вредоносные ресурсы. Итог – зараженный компьютер или смартфон и украденные деньги. Информацию о розыгрышах Тольяттинский завод советует сверять с данными на официальном сайте. ТРАССА 101 Большинство российских водителей сейчас переживают в первую очередь из-за дорожающего горючего. Второе место в списке причин для волнения, по данным РИА Новости, занимает рост цен на автомобили. Далее идут качество дорог, дорогое обслуживание машины, нехватка парковочных мест. Реже всего в ходе опроса автовладельцы упоминали пешеходов, перебегающих в проезжую часть, где попало. ТРАССА 101 В ходе еще одного опроса большинство автолюбителей признали, что сбрасывают скорость там, где установлены дорожные камеры. Если бы их не было, то нарушать скоростной режим им ничто бы не мешало. При этом почти две трети респондентов одобряют штрафы за превышение скорости. Примерно столько же участников исследования считают, что комплексов фото-видео фиксации должно быть больше. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Ахакирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова